Да, бампер. Такой вечный, вечный бампер. Ну да, ну фар, да, здесь. Коробку, да? Ну видно, да, что болты здесь свежие, свежезакручены, так скажем. Так, ну что, сканью посмотрели? Сейчас у нас еще дальше будет и века у нас. Еще посмотрим и веку, наверное. Вот прислал мне объявление, по объявлению. Он выбрал себе какую-то машину, какая ему понравилась. Говорит, вот такая машина, вроде ничего, там 450 тысяч, да? Давай глянем. Да, бампер. Такой вечный. Века Сталис, 2003 год. Все, позвонил хозяин, говорит, все там. Ну такая средненькое состояние, он не стал ее там описывать, что она там супер-пупер. Да, это вот по-честному все правильно. Ну мы сейчас прием, посмотрим, конечно, своим глазом. Заведем, посмотрим, как она работает, что там надо делать, что не надо. Ну сказал, да, салон немножко там грязненький такой, не обращайте внимания, потому что машины, конечно, старенькие и ездят водители. Все понятно. Посмотрим. Постараюсь снять видео, потому что, когда приезжаешь, не все хотят, чтобы ты снимал это видео. Ну, друзья, сейчас скажу пару слов. Я вот там ездил с Канью смотрел. Кто не видел, посмотрите это видео. Мне просто там писали в комментариях, типа, нормальная машина, что ты хочешь от старой машины? Можно за два месяца отбить, все там, все хорошо. Слушайте, я выбираю машину не себе, а клиенту, человеку. Мне человек попросил посмотреть и выбрать нормальную машину. Я ему, как скажу, а, друг, там, машина хорошая, да, чуть-чуть там поделать надо, вложить еще миллион, три месяца на ремонте постоишь, влезешь в долг, да, ничего страшного там. За два месяца-три года ты ее отобьешь, там, подумаешь, там, перебрать всю машину надо. Та ерунда там, да. Я как ему так должен сказать, да? Я выбираю человеку машину так себе, как себе, например, даже еще лучше. Я могу себе еще там с какими-то косяками выбрать, может, еще что-то как-то. А человеку я должен выбрать такую машину, чтобы он мне потом не сказал. Вадим, ты что мне выбрал? Ты же смотрел своими глазами. Почему ты мне не сказал, что там то-то, то-то, то-то? Правильно, вот если так разобраться? А то там, блин, нормальная машина, что ты хочешь от старой машины? Я понимаю, если бы она стоила там 300 тысяч, да, ну, какие-то там небольшие деньги. И вложить в нее еще. Ну, она стоит миллион. И еще миллион вложить? А если вы еще эти деньги взяли в кредит, вам надо работать. Вам деньги отбивать надо. И как быть тогда дальше? Все. Крышка тогда. Так что я так не могу. Я делаю все на совесть. Если человек меня попросил выбрать машину, я ему смотрю, выбираю. Я не могу ему сказать, бери хлам и все. И делать нечего хочешь, да? Так что прежде... Так, ну, вот такой вот автомобильчик. Все глянем в раму. У нас фонарик. Все. Без палочки никуда у нас, да, скажи? Как палочки? Скинул это все, все данные покупателю, кто хочет покупать машину. Он пусть уже решает, будет он покупать машину, это не будет. Ну, я ему вчера скинул, и он посмотрел всю информацию. Сказал, нет, давайте, давай будем дальше искать машину. Нормальную. Ну, чтобы купить машину и поехать работать, а не чтобы купить, вместе с проблемой и ремонтировать, и вкладывать деньги. Конечно, так не пойдет машина. Так что будем дальше искать машину, когда попадется в ходоке века. У нас стоит 450 тысяч. Сегодня будем смотреть. Так, ну вот, и века. Вот такой автомобильчик. Какой 2003 год, да, у него? Да, да. Березина впереди, нормальная. А номер рамы, как у него? Видно, не видно? Нет, я имею в виду номер рамы, номер рамы. Так, рамы у нас. Рассматриваем колеса. Резина. Резина вся хорошая, конечно. А Таня резина. Сейчас порам и глянем, что там у нас. Так, номер рамы сейчас глянем. Так, еще. Так, ну, номер рамы здесь нормально видно. Так, что там, там что-то на двигателе, да? Гур. Тоже двигатель в масле там. Так, а с мотором делали? Что-то не делали? Так, а с мотором делали, делали там колечко-турфанцу. Вот, снимали, у меня не стаканчик идет. Ага. Там, ну, что я самер, по словам, тихо, стаканчик, я не могу. Бывают люди, вот видите, как мы приехали, даже не соизволят зарядить аккумуляторы. Я ему позвонил еще в 8 утра. Он говорит, ну, подъезжай через часа три там, да? Потом опять звоню через часа три там. Ну, давай через час. Ну, короче, получилось в 8 утра позвонил. Встретились мы только в 2 часа дня. Кабину можно поднять, но что-то не поднимается. Ну, ладно. Давай заведем, посмотрим. Ну, я так поглядел, что куда? Кабина, конечно. Ржавая, гнилая. Ну, сейчас я вам покажу. Что, есть прогнило, да, наверное, вот этот? Кабина, наверное, тоже не поднимается, да? Поднимается. Вдруг поведет, и мы услышим звук мотора. Я мертвый? Так, что так, мертвая. Ну, что здесь? Ну, ладно, это. И к чему я говорю? С 8 утра позвонил, уже было 2 часа дня, да? Да хоть бы аккумулятор подзарядил или вообще, когда подготовил, уже продает давно эту машину. Говорят, люди приезжают, смотрят там. И неужели нельзя сделать так, чтобы она заводилась, хотя бы эта машина? Почему она не заводится? Потому что... Они окислились все. О, есть окисленные аккумуляторы, блин. Понятно, видите? Все аккумуляторы, поднимая крышку аккумуляторов, там все окислено, все провода окислены. Да, конечно, когда же она заведется, и что же она заведется-то? Она мертвая вся, блин. Я, да. Дальше. Там масло течет тоже. И еще. Так, вот такой вот салон у нас. Салон, да, очень чистый. Замазанная, затюхана такая. Она заводится? Да. Сейчас они не надо заряжать. Попробуй, заприхуй, бери, бери. А? Что, аккумуляторы севшие, да? Ну, в той части, да. Блин, приходят, смотрят. Сейчас тепло, в принципе, должна тыркнуть. Если тыркнется. Попробуй, да. Попробуй, идите. Да. Вдруг поведет, и мы услышим звук мотора. Я? Мертвый? Так, что так. Мертвая. Ну, что здесь? Атомуляторы, значит, под замену. Дальше. Там масло течет тоже. И еще тоже оформлено на кого-то. На родственника какого-то, пятой ноги там этого тоже. Ну, сами понимаете, что такое машины, когда оформлено на пятого человека там. И я, кстати, вот про это уже говорил. Такой вечный, вечный бампер. Ну, да, ну, фар, да, здесь. Это сколько у меня там? Фар, это за работа. Да. Бампер у нас. А может, дверь открыть? Там табличка есть, да? Таблички все нормально там? Да, да. Я гляну таблички. А по документам она на кого оформлена? На вас? Нет. На родственников. Ну, она приедет, я по-моему. Ага. Так, табличка у нас. Что я вас как-то? Это дешевая. А что делали с коробкой? Не делали ничего-то? Коробку делали месяц назад. Коробку, да. Ну, видно, да, что болты здесь свежие. Свежезакручены, так скажем. Кабина, наверное, тоже не поднимается, да? Поднимается. А номер двигателя? Все нормально. Все нормально. Двиган родной. Ничего особо. Коробку только. Перебирали. Два раза. Все не я. Она зимой еще, в прошлом, грякнулась. Взяли на разборки. Она отходила полгода. Сейчас я ему скину, что он там скажет. Зависит. Стовой она. А же, чтобы она в порядке взяли. Поглядим, тоже так же сделаем список. Человеку отправим полностью список. Чтобы он уже представлял картину. Стоит ему покупать эту машину или не стоит. А там уже решение, конечно, за ним останется. Нужна ему такая машина или нет? Это уже решение того, кто будет покупать. Я только вот смотрю машину, какие косяки выписываю, где плохое выписываю, хорошее смотрю. Ну, потом на весы вы ставите. Сколько хорошего, сколько плохого. И все. По документам, чтобы было ровно. Чтобы не было там залоги. Залоги, в угоне. Или приезд из другого города, да, издалека. Потратит кучу денег, кучу времени. Прилетает. Вот как я приехал, да. А вдруг я приехал бы из другого города. Приезжаю. Документы вообще на пятого человека оформлены. Машины не заводятся. Аккумуляторов нет. Все нет. Как ее завести, как действовать дальше. Представляете? Это ему еще три дня, потом жить еще в этом городе, да, например. Чтобы потом как-то завести эту машину. Потом работает вообще там ли двигатель в этой машине? Тоже большой-большой вопрос. И как он работает? Это что же... Три дня потратил. И ничего не купил, конечно. Ё-моё. Так же обидно. Потому что в объявлении все пишут. Отличный автомобиль. Супер. Все работает, все поменяно в новая машина. Все. Садись и едь. Чем такая машина нужна, если не заводится? Ну, а говорит. Так отсюда там что-то 450 тысяч копейки стоит. Даже 2003 год все-таки. Нормальная машина. Ну, салончик чуть-чуть грязный там. Люди, я, честно говоря, не знаю. Вот не знаю. Если кому будет интересно, заходите. Я ссылку оставлю под видео. И в комментариях оставлю ссылку на прошлое видео. Про ту сканер, которую я смотрел. Про которую я говорю, что там человек мне писал. Что ты хочешь от этой машины? Она же старенькая. Я понимаю старенькая. Но если была бы соответствующая цена этой машине. Ну, не за миллион же купить и миллион вложить мне ее. Ё-моё. Так что, поехали. Шланг перетекся. Тузочку тут поменял. Колеса на телеге вот эту ось новую поставил. Так, резина у нас. Резина вообще, да, засада полная. Да, она под замену. Вот эта резина нет. Настройки. Так что, всем удачи на дороге. Если что, ставьте класс. Подписывайтесь на канал. Поехали дальше смотреть автомобили.